Привет друзья! У каждого в жизни происходят моменты, когда мы видим что-то непонятное, что-то не поддающееся пониманию. Видим какие-то вещи аномальные. И это видео, как раз в таких вот сейчас, в этом видео я собрал несколько фотографий, на которых я нашел, что кто-то попостороннее непонятное. Ну давайте начнем. Первая фотография сделана она два года назад. Это катакомбы. Мы с моим другом лазили по катакомбам, в поисках новых каких-то садов, лазеек. Ну и на память решили сделать спотку. В принципе, ничего необычного изначально я не увидел на этой фотографии. Два года она лежала у меня в компьютере. Пока, вот недавно, что-то я начал пересматривать мои фотографии. И, в принципе, увидел на этом изображении что-то такое жутковатое. Отчего? Отчего вы мне мурашки пошли по телу? Я увеличил эту фотографию и обнаружил некую тень. Черный силуэт какой-то женщины, девушки. Голова, голоса, руки. Мне напоминает нам силуэт женщины. Возможно, это, может быть, серия упала от камней. Но что-то как-то не очень похоже. Потому что форма камня и силуэт этот, как-то как-то не отличаются. В тот день в катакомбах, в которых у нас двоих никого не было. Потому что мы полностью облазили и никого не видели. Я не знаю, если имеются у вас нагадки, что это может быть, пишите в комментариях. Не будет интереса. Появляют, что эти катакомбы еще были построены в довоенное время. Жители, рядом живущие, рассказывают, что те годы, военные годы, где было много людей в этих катакомбах. И хранили над катакомбами. То есть над головой, на этой фотографии над головой, над этим катакомбами находится кладбище. И один мой товарищ, любитель, любитель походить вот по таким местам, как их называют, сталкеры. Он рассказывал, что в этих катакомбах имеется где-то вход в основную часть катакомб. То есть они намного больше, чем мы вот это облазили. Но его нам тяжело найти. То есть та часть катакомб, она изолирована от людей. Дабы там никто не потерялся, никто не погиб. Вот. Я этот вход не нашел. Не знаю. Может, я не внимательный. Ну, по поводу силуэта, ну, напоминает девушка, женщина. Не знаю. Может быть, душа. Ну, пока не будет. Не знаю еще. Не знаю, что еще может быть. Да, и вот по поводу того входа. Ну, основная часть катакомб. Ну, приятен тот, сталкер. Он рассказывает, что там над головами обваливаются вот эти вот, как ополки. И сквозь них проваливаются громы. И можно увидеть много частей человеческих, скелетами, черепа. Многие висящие из головы. В общем, пишите комментарии. Ваши мысли по поводу этой тени. У нас посмотрим последнюю фотографию. Это тоже очередная фотография. Набережная. Мы с друзьями, мотоциклистами. В этом отдыхаем на этой набережной. Собираемся на мотоцикл. И, в принципе, всю ночь можем провести общение, попивая кофе. И знакомы с отдыхающими людьми. Вот. И вот одна. В одну из этих ночей. Точнее, это уже было под утро. Я отдыхал на лавке. И уже хотел ехать домой. Ну, не знаю, для чего я сделал эту фотографию. В общем, я ее сделал. И вот. Начал изучать каждую фотографию. На предмет чего-то необычного. Я увидел на этой фотографии вот такое вот пятно. Прозрачное. Мне лично он напоминает вот эту свою панику девочки. Платье. Длинный волос. Может быть, это был глюк камеры. Я не знаю. Ну, вот такого необычного вот. Фотография. Вот такая вот необычная вообще. Фотография. В принципе, под утро. Маленькие дети. Мучно спрятаться. В это время. И по этой земле. Не могло быть там никаких детей. Маленькие. Но бабушку покупают. И мы будем кушать. И мы будем кушать. Это тоже давние фотографии, мы с моим другом решили немножко так попутешествовать. По-моему, уже на второй день покатушек мы остановились отдохнуть. Ну и на память решили сфоткать наше хранение. В принципе, фото лежало недолго, я не обращал внимания, ничего тут аномального я не видел. Ну, не придавал значения какому, в принципе. Но посмелил определить. На этой фотографии я изучал полностью всё. И увидел здесь вот, опять же, силуэт какой-то девушки. Ну, напоминаю и полосы по оплате, спиной почему-то. Похожая лица девушка. Я не знаю, что это может быть и кто. Ну, никого там не было. В принципе, это место находится вдове от жилых районов, каких-то деревень. То есть, пешком туда нереально найти. Ну, там, вроде, кто-то гулять в этом районе. Ну, вряд ли мог. В любом случае, мы бы увидели человека. Ну, мы до мятки, что-то, что-то, опять же, непокойная душа. Ну,YE! В dém sirку, ребят, они там, пау, где лучше надо можно. Уже, они душа не ушла и по этим району, кто у нас... это мои догадки. Что это вы словили, я бы не оцениваю. Субтитры создавал DimaTorzok Вот в этом городе. Я ездил куда-то на работе. Очень красивый город, но на дороге там бешевая в этом городе. И, по-моему, фотография была сделана, если не ошибаюсь, на 9 мая, потому что, помню, было много людей. Был парад, да, это очень много людей. Мне понравился этот фасад. На память о моем уровне я вышел с напечатлением. На этой фотографии я нашел вот такую вещь. Вот в одном из вот таком. Такое вот пятно. Очень напоминающее какое-то табличие. Он знал, что это может быть пятно какое-то грязное на окне. Может, там помещение что-то висит или там находится. Вот. Ну, лишь очень вот поскольку за мной какое-то обличие. Вот. Моя зима. Не знаю, что это может быть. Ну сказать, что оно прям человеческое, какое-то оно демоническое больше. Ну, опять же, это может быть и не чье-то лицо, это может быть пятно на окне, или что-то там, помните, в общем, не знаю, что это, решите ваши догадки. Это фотография, тоже очень давняя, я купил первый мотоцикл, в один из дней после дождя решил погонять его на нем по лесу. Подносить грязь, так сказать, очень пытался, пытался, что-то направлялся вот сюда, вот в сторону-то, по этой дороге, точнее бездорожной. И увидел там вот, впереди, ну, это уже не аномальщина, скорее всего, это уже настоящий человек был. За плаща, и, не знаю, отхода не видовался, с огромным топором в руке. В общем, кроме плаща, в нем ничего не было. Ну, наверное, под плащом, я не знаю, вот в плане штанов, там, головного гора, ничего не было. В общем, он стоял у меня на пути, и стоял молча. Мне надо было туда проехать, потому что я ехал уже домой. Я не кричал, не понял, что он, типа, в плане того, что тебе надо, и что такое. А он вот так вот молча стоял, смотрел. В общем, не выйдя с ним, насладясь на контакт. Я решил объехать этот инвестор в Чернелеве, вот так вот. Объехал и удачно попал бы на вероятность. Может быть, это был больной человек. Сантаик. Сантаик у нас психически нездоровых людей в жизни. Попаляется, бывает. Вот он стоял в лесу, с топором. Чего хотел, я не имею понятия. Так что, когда вы гуляете в таких местах нелюбных, будьте внимательны, осторожны. Потому что кроме вас там могут быть и еще такие нехорошие люди. Ну и последняя фотография. Тоже, в принципе, сделано достаточно-таки давно. Я любитель погонять шары, так сказать. Играть в бильярд. И один из вечеров был с друзьями. Сидели, меня тут кубик. Попивали пивко. Галили шары. И кто-то из них сделал эту фотографию. В принципе, не лежало, не валялось у меня в компьютере. И на этой фотографии я начал ее полностью замечать. И заметил вот тут, не знаю, если вы видите, такой силуэт девушки. Голова, опущенные глаза. Очень похоже на девушку. Теперь трудно ее заметить, но потом я думаю, детально эти черепки. Да и у кого. Ум. Тоже, вероятно, чья-то душа, я не знаю. Я ездил потом в этот миллиардный клуб. Расспрашивал, показал мне ту фотографию. В принципе, один из работников сказал, что в этом клубе еще, наверное, в начале 2000-х годов какие-то пьяные люди, мужики, что-то словесно находили с орицанкой, но один из них напал на нее с мужем. В общем, закончилось все метально для девушки. Возможно, тогда это будет именно одна, ее душа. Потому что он показывал, что я там гармону, который мне рассказал об этом. Но, к сожалению, он уже намного позже. Он пришел в это заведение, поэтому он ее не мог видеть. Только по словам, без людей нам этого звонить. Вот такие вот фотографии я нашел. У меня еще там куча фотографий, которые я еще... Времени не было, нету. Каждую обследовать. Ну, то, что я нашел, я вам показал. Пишите в комментарии ваши мысли. У меня jealousy и я пришел к этому. У меня всегда есть самый остановок. Желаю. Как так, officials. Пишите в комментарии ваши мысли. Мысли пить, кто-то. Мысли, что мысли.